На днях страна отметила 72-летие со дня Великой Победы, но миллионы российских солдат по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их судьбы неизвестны, могилы не найдены. Более 40 лет близкие ничего не знали о местонахождении рядового Селиванова Ивана Михайловича. Годы поисков, книги памяти, звонки и встречи. Информация собиралась по крупицам. И вот новочебоксарская поэтесса Людмила Ивановна и ее родственники оказались вдали от дома, на Белгородской земле, и возложили цветы на могилу солдата, чью фамилию носит их семья. Эта удивительная история была рассказана на одной из патриотических встреч со студентами Анхаматы и получила неожиданное продолжение. Ребятам настолько это было интересно, никого не оставило равнодушным вот это ее выступление. И сами предложили организовать группу поиск. И через мемориал ОБД ребята начали эту работу. Копаться в книгах памяти, помогать населению. Работа закипела. Нам очень хотелось также собрать материал о каком-нибудь солдате, помочь открыть новые странички его биографии. И интерес вызвала история Педюкова Ивана Константиновича, 1908 года рождения. Родился он в Урмарском районе, в деревне Мусерма. На фронт он ушел в самом начале войны, а с 1942 года он числился без вести пропавшим. С 1942 года Иван Педюков числился пропавшим без вести. И каково было удивление родственников, когда обратившись в военкомат в 2013-м, они получили запись с указанием места его захоронения. С этого извещения все началось. Это было равносильно тому, будто этот человек подал весточку с далекого прошлого. Возник вопрос, а чем мы можем помочь? Надо все уточнить по месту захоронения. Деревня Нащекина, Сычевский район Смоленской области. Нам удалось выяснить, что деревни давно нет. Останки с воинских сохранениями были перемещены сначала в село Середа, а позже в город Сычевка. Совет ветеранов города Сычевка подтвердил информацию о перезахоронении. И в сентябре 2015 года пригласил родственников Ивана Педюкова на место братской могилы. Ну вот нашли мы тебя, дедушка. Вот памятник. Павшим по солдату. Поехал внук, потому что уже дочь солдата не смогла поехать по состоянию здоровья. То есть внук поехал на могилу своего дедушки. И когда еще мы стояли на могиле, значит, в городе Сычевка, тогда уже, значит, вопрос стоял, в голове уже созрел вопрос, а сколько же, ну не один же он мог тут лежать, значит, в этой могиле, сколько же их еще. Тогда же коллектив поискового отряда начал активную работу по поиску воинов из Чувашии, погибших в Сычевском районе Смоленской области. Удивительно то, что когда я пришла в эту группу, я посмотрела, что и пятиклассники, школьники, и наши студенты, в общем, все патриотично настроены, и все, в общем, участвуют, и по желанию добровольно ищут пропавших без вести, ищут, значит, наших земляков, которые погибли на Смоленской земле. Кропотливая работа велась студентами в свободное от учебы время с 2015 года. Они выписывали сведения о солдатах, сверяли их с другими источниками, искали родственников погибших. По окончании был составлен и утвержден список из 384 воинов из Чувашии, погибших в Сычевском районе Смоленской области. На поле памяти города Сычевка уже установлены плиты с именами солдатов Татарстана и Мариэл. Место для увековечения памяти наших земляков пока пустует. В августе месяце, когда у нас был праздник города, мы встретились с Игнатием Михаилом Васильевичем, рассказали коротко о своей работе и нашли поддержку и понимание в его лице. Он сказал, что документы передадите своей администрации, а там мы уже решим, что будем делать. То есть он нам добро на то, чтобы установить памятные плиты с увековечиванием имен наших солдат на Сычевской земле. По словам студентов и преподавателей НХМТ, занимаясь поисковой работой, изучая документы, понимаешь, в той страшной войне мог победить только великий народ. А народом нас делает память. Администрация города Сычевка готова уже 22 июня организовать торжественное открытие плит с именами чувашских солдат на поле памяти. На их изготовление необходимо 83 тысячи рублей. Вопрос о выделении денег был рассмотрен 20 апреля на заседании кабинета министров Чувашской республики. Однако на сегодняшний день он по-прежнему остается открытым.